Привет друзья, ставим лайк и поехали. Однажды вечером стою на остановке и жду трамвай. На улице темно, очень холодно, да еще и сумки тяжелые, трамвая все нет и нет. Тут вижу с темноты кто-то приближается. Я испугалась и отошла немножко в сторону. Вижу парень скачет на метле. На обыкновенной метле парень остановился напротив меня и спрашивает, что нет транспорта. Нет, жду, отвечаю ему. Так уже и не будет, говорит парень. Садись, подвезу. Я испуганным голосом пыталась отказаться от такого заманчивого предложения, но парень как-то таким злым тоном сказал, садись быстро, а то сейчас бензин кончится, довезу с ветерком. Я стою на темной остановке, смотрю по сторонам ни души, ни транспорта. Думаю, парень крепкий, может быть, из психушки сбежал. Сейчас как даст метлой по голове и поминай, как звали. Думаю, лучше согласиться. Взяла свои сумки и перекинула ногу через метлу, и мы поскакали. Скачем мы, скачем. Тут парень мне и говорит. Женщина, вы хоть говорите иногда, чтоб я знал, что не упали. Дождалась принца на белом коне называется. Вот я и стала говорить о том, о сём. Вот так проскакали мы с ним три остановки, молодёжь нас снимала на телефоны, а люди постарше и вовсе смотрели как на сумасшедших. Так я добралась до своего дома, слезла с метлы и жду указаний. Парень попросил поблагодарить его и предложил проводить до дома. Я ему вежливо отказала, он взял метлу и умчал. Я напуганная вбежала в дом, бросила свои сумки, быстро разделась, села и сижу. Думаю, что это было такое. Меня встретила моя дочь, которой я всё в деталях рассказала. Она была удивлена не меньше меня. На следующий день с утра слышу звонок в дверь. Я с ужасом посмотрела в глазок и увидела цветы. Сразу меня попустило. Я решила, что это поклонник дочери цветы и принёс. Открываю дверь и тут сюрприз. На пороге стоит тот парень с метлой и цветами. Тот самый парень. Он попросил прощения за вчерашнюю выходку и подарил цветы. Оказывается, они с друзьями играли в карты на желание. Он проиграл, и они придумали эту историю с метлой. Ему нужно было найти женщину, которая бы согласилась полетать на метле. Вот на меня и попал. Извините за глупость, сказал на прощание парень. Позже я, конечно, с улыбкой вспоминала эту историю, но первые пару дней ходила и оглядывалась, а то вдруг кто-то ещё захочет на метле прокатить. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.